я включил сейчас еще полсекунды имя парня вы надо упомянуть под запись тоже чтобы люди да мы посвящаем наше занятие памяти и лео кей машинком дома господь отомстит за его кровь который сегодня погиб от террористов в старом городе он был новым репариантом из южной африки работать с полсоводом старого города ну хорошо так ну вот мы как бы начинаем читать да предыдущую там где шкина и менора ну хорошо пожалуйста да шкина менора то есть божественное присутствие которое мы называем традиционно словом шкина присутствие имеется ввиду божественное присутствие и менора буны буны байчины шини бахару бы йомзы киван чашкина чипаскабы ямэй бэйтаришон хазра бэймэй мэй бэйтамик дашь строители второго храма выбрали этот день этот день наверное имеется ввиду день 25 кисля вот так я понимаю поскольку божественное присутствие шкина которая прекратила как бы перестала существовать это явление прекратилось времена первого храма она вернулась в второй храм во времена второго храма как об этом подробно сказано в авторе вторая это отрывок из фаруков которые читают дополнение к недельному чтению тора на ручку начал убегать на неважно который читает хануку а именно из порога захарии вторая глава 14 стих сказано ранил из ранее в семки бацион ликуй радость дочь циона мы дуба ральшива циона и здесь речь идет о возвращении в циона а именно в израиль до землю израиль в хазарат ашхина и метро ткаф и возвращение ашхины божественно описывается так там же 4 глава 2 стих вот увидел я передо мной или что я увидел мэнура семисвечник да которая сделана целиком золото ашхина ашхина и немшила на мэнура и здесь мы видим что эшхина она уподобляется мэнаре ешла архив кцад это ирия бриняндзе и стоит немножко ирия это вообще занавеска стоит как бы остановиться на этом либо поднять занавес и расширить занавес в смысле остановиться на этом на этом вопросе второй храм он в принципе является парадоксальным явлением объясняется в чем парадоксальность в том что дом всевышнего дом господа дом бога без воцарения божественного присутствия власть и во всем полноте об этом сказано в трактате йома 9 9 страница бет им хурбан байт еще не стал кашки нами алам с разрушением первого храма божественное присутствие шкина удалилась из мира и поэтому да вот во времена первого храма швина из толка удалилась не очень хорошо но тем не менее и из из мира вообще и это то что видел пророк ехэскель и это то что видел пророк ехэскель сейчас я звук может быть выключу сейчас уже видно кто хочет ходить сейчас секундочку окей и это то что его порог ехэскель в образе славы всевышнего которая удаляется в колеснице от храма и это как бы замена того что видел пророк ехэскель непосредственно в самом мое храме по моему так и сталкут аж аж хина а тут она есть колеса она уезжает это как бы сейчас полсекунды и удаление шахина и божественное присутствие потах от мид хинат аула бихла лор и дальше хороших и вот такое вот удаление божественное присутствие божественное присутствие открывая с точки зрения всего мира период тьмы на хамы или андрея с лимона отсюда начните меня тут некоторая поддержка мне ответила я хочу с ними это не продолжить взаимоотношения хорошо если не сложно вот и там шельхошек шель а шель и адер вот шель и адер то есть в таком положении и возник белое пятно или некоторые пространство не знаю как правильности по-русски в человеческом понимании но некоторые пустота в божественном сознании в таком положении было естественное возникновение всяких попыток предложить что-то вместо откровения, недостаток, который очень осуществлялся, и предложить какую-то замену. Мы меняем шумим бедмут адатот о философии. Из различных предложить ей замену каких-то других видов религии или философии. Я понимаю, буквы не очень хорошо. Увеличить текст? Пока еще не исчезла полностью шхина, и в период у второго храма еще существовали пророки. При этом при всем уровень этих пророков был ниже, чем пророков, которые пророчествовали впервые. И даже тогда, когда полностью пропало пророчество, все-таки какие-то откровения, проявления Всевышнего происходили в храме. Боле каваннерамар, в котором мне кухла западная свеча в минуты, от Софьи Мейшель Шимона Цадик до времени Шимона Цадик. Это уже поздние времена второго храма, когда уже пророчества не было. Хасманеи были свидетелями последнего проявления чудес, откровения Шххины в храме, который поплатил чудес Кушинчик. И вот такое положение, в котором есть небольшой свет в темном мире, «Мазмин по Офин Тиви» – это «Амшалат Шххина Ленеролд Беирэм Бехушет». Просится при этом сравнение Шххины, которая освещает этот мир, подобно свечам, которые горят в темноте. И поэтому строители второго храма… Это как раз в тех частях, которые мы пропустили, там говорилось, что обновление второго храма произошло именно 25-го кислева. Да-да-да, и поэтому Антиохас тоже выбрал эту дату для того, чтобы именно показать, что он не зря там это вносит, идолы и все прочее, для того, чтобы как бы аннулировать… Да-да-да. Ну, я бы немножко пару слов про это спросила. И поэтому они выбрали обновление храма именно в ту дату, которая стабилизирует свет из темноты, который связан с маслом. Это 25-я кислева, в тот день, когда заканчивается сбор масли. То есть как бы две темы, естественно, хозяйственные тоже вплетаются. Я могу даже читать, да? Ханука – это первый человек. У Адама, правильно сказал я, по-русски. Ляметошельдавара решил бы историю Нушит Шахага. Кабхэбекис, лям хая Адам решил. Поправьте, первый в истории человека, в человеческой истории, кто праздновал 25-я кислева, это был Адам. Про это рассказывает Талмуд. Трактация Аудазара, 8-а. Хамар Ханан Баррава. Сказал рабе Ханан Баррава. Халанда, это вот праздник Дупоклонский, происходит 8 дней после Уфы. Плохо я понимаю, почему это после Уфа. Читай подальше, по-моему, там как бы дальше объясняется. Сатаннура 8. Сатанн, перелесни, пожалуйста. Да, 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 слегка, слегка, просто крупно. Сатан, как я не знаю, Сатанури. Сатурналли. Сатурналли, вот. 8 дней, Лифнейд, Куфа. И для того, чтобы правильно запомнить, что раньше, а что позже, то есть это не наши праздники, мы не обязаны их запоминать. Но восемь дней перед Куфо и восемь дней после Куфо есть различные праздники у идолопоклонников и мнемоническое запоминание через стих из псалмов «Ахорвы, когда сзади и спереди, ты меня осадил», есть такой стих в псалмах, я не помню точно. То есть вот эти языческие праздники окружают до и после вот этот Куфо? Куфо на самом деле это в общем и целом, я могу сейчас сказать, я не знаю, что здесь, не помню точно, что здесь подразумевается, но Куфо делится на четыре сезона. Куфо – это сезон. И сезон тише начинается день осеннего противостояния на самом деле. Теоретически он должен начинаться 22 сентября, сейчас это не совсем так, как во время Талмуда, потому что там есть не совсем верные расчеты, он немножко отстает. Поэтому он на 15 дней получается позже. Но все равно будем считать, что день осеннего солнцестояния начинается с Куфа Тишли. А значит… Это равноденствие, равноденствие. Я сказала, равноденствие, да. А Куфат… Следующий – это Куфат Томуз… Нет, Томуз, правильно? В числе в Тому… Начинается… Тевет… 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 Начинается в «Самый темный» и так далее. То есть, эти даты по солнечному календарю определяются, а не по календарю лунному, потому что лунные движущие, результаты у нас календарь, а солнечные, он ориентирован на солнце. И вот, соответственно, с этим календарем делится вот эти сан.. А! Тут даже будет сказано это? Надо бы мне прочесть это, они рассказывать у question. В различные периоды, в различные времена года меняются соотношения между днем и ночью. Баткуфат Ниссан, который начинается 21 марта, у Баткуфат Тиши, который начинается 21 сентября, Шавиму Гайом Валайла Берка. В эти дни, день и ночь, они равны между собой. Баткуфат Тибет, 21 декабря, Халь Гайома Хасар Бешана. Это самый короткий день в году Баткуфат Томус, 21 июня, Халь Гайома Хасар Бешана. Это самый длинный день в году. В Амар Атангун, Лифи Шера Аадам Руишон. Йом Шверен Паэт Волех, Лифи Ше Хатта Аадам Руишон Беросиштана. Что случилось? Когда увидел Аадам, что день все время уменьшается, поскольку он согрешил в начале года, в Роша Шана, в Новый год, фактически, когда был сотворен, собственно. Амар, ой ли, шема бешмиль, ше сагахти, улам фашух, баади, михузер ли, тоху ва богу. Горь мне сказал, видимо, потому что я согрешил, приходит цьма в мир, и мир возвращается в хаос, тоху ва богу, то, что на грех называется. Он тогда объявил пост и сидел восемь дней и постился, и молился. Через восемь дней произошло, прошел самый последний темный день, самый темный день, и начался 21 декабря. И он увидел, что день начинает увеличиваться. Если они в шелеках, какахлю, йомаем, слушали Абиндзу. Наверное, надо подумать, что у него целый день или два, чтобы понять это. Когда все-таки пришел 24 декабря, и он увидел, что действительно день терраскопов от себя увеличивается, он сказал, А, это так мир устроен просто. Аллах вааса шмана им им ту вил. И после этого он сделал восемь дней праздничных. Ма, исхым бе, аг бе децембер. Ад решен бе ля яно. А что это было с 24 декабря до 1 января. Это источник того праздника, который перешел в христианство. Не вижу дальше. Он называется хага мула. Христианство называется жительством. Мамши хаталму. Лешана ахерет. Асан, леэлю ва леви, мэн тувим. Агудшим гаду адам. Когда он понял, что так мир устроен, он эти другие дни сделают праздничными днями. Адам установил эти дни во славу Всевышнего. А до поклонники, они стали праздновать это как языческий праздник. То есть характер, я уже от себя добавляю, характер этих праздников совершенно изменился. Они по-другому, другой смысл в них положили, хотя сохранили те же самые даты. В нашем еврейском календаре, который не строго солнечный, нет постоянного. То есть в нашем лунном календаре нет постоянной даты, которая начинается от Уфа. Можно я сколько позоверить? Дат, который обозначает вот эти четыре точки Солнца в году. Два рода 11 и 20 в состоянии. Так, например, есть такой, я скобку скажу, трактатик Таанит, который говорит о постах. И там спрашивается, с какого дня, в частности, начинают за границей Израиля просить о дожде. И там говорится, что это 60 дней после Уфы. И этот день, так сказать, фактически почти единственный день в году, который евреи делают по солнечному календарю. Это или пятое, или шестое, в зависимости от года, високосный год, там немножко иначе. Ну, вообще, 5 декабря. С 5 декабря за границей не в Израиле. В Израиле мы начинаем с 7 хешвана. Это благословение вставлять. А за границей 5 декабря. То есть есть теоретически даты, в которых мы ориентируемся на солнечный календарь. Но в основном, в лунном календаре этой даты нету, в которых КУФА никак в ней не присутствует. Потому что невозможно, оно все время сдвигается. Но в среднем получается, что КУФА выпадает на 25 декабря. Вот я так до сих пор не понимаю. Почему? То есть это середина, видимо, КУФА имеется в виду. Нет, как я понял, КУФА – это именно сонсостояние в данном случае. КУФА – это зимнее сонсостояние. КУФА – это осеннее равноденствие. Ну, по контексте я так понял. Ну да, но оно не попадает на КУФА и кисле. КУФА – приблизительно, конечно, там огромный разброс дат получается. КУФА – ну, может быть, да. Может быть, у нас просто в этом году довольно ранние. КУФА – ну, конечно. КУФА – ну, сейчас у нас через месяц будет. КУФА – за 20 дней до ума. КУФА – ну, да. КУФА – и поэтому непонятно, откуда он эту идею взял. Я впервые, лет 30 назад, это у Палунского прочел, у Пинкаса. Это первый… Ну, здесь два вопроса возникает. КУФА – это взял Плоэнергии, извините, этот вопрос нелегитимный, потому что он привел Огду из Талмуда. Это как раз вопрос нелегитимный. КУФА – взял из Талмуда. Ответ откуда взял, Зал Талмуда. Ответ, откуда взял Пинкас с Полонской, взял у Шерки. А, понял. КУФА – ну, вот цепочка. КУФА – ну, если вас интересует откуда Полонский взял, А вот я вам рассказала о году и столкновении, если вас интересуются. Прекрасно. Меня интересует реальность. Реальность здесь весьма странная. Заключается она в следующем. Он начинает считать от рождения Адама, что это вот Роша Шана. Но ведь тогда время шло по-другому. И наше течение времени началось тогда, когда Адам появился на земле. Да? А не в духовных мирах. Так мы же не о духовных мирах. Не, не, мы не о духовных мирах. Ну, вы начали говорить, что вот Роша Шана, он родился. Тут вот несколько месяцев. Какие месяцы там, может быть, прошло? Сколько мы не знаем. Извините, Александр. Давайте установим наши, так сказать, общие платформы. Действительно, есть такое. Шесть дней творения, мы о них не говорим. Мы говорим, начиная с того дня, когда начинается наш мир, отсчет идет времени так, как он идет сейчас. Когда он начинается? С какого момента он начинается? Субботу. Ну, суббота внутри шести дней или нет? Нет, это седьмой день. Седьмой день. Да. Шесть дней творения... А Роша Шана, это в какой день? Сотворение человека. Это еще шестой день. Конец шестой. Шестой день относится к шести дням творениям, это миллионы лет. Ну, не важно. Это все не важно. Это важно, это принципиально. Ну, Адам решет, существует, да? Ну, все это придумано. После седьмого дня, после седьмого дня Адам существует на земле. С этим мы согласны? Согласны. Он существует на земле, и он согрешил. И вот в этой реальности седьмого дня. А согрешил не на земле. Это же не важно. Это мы сейчас не обсуждаем. А, мы не обсуждаем. Это мне нравится аргумент. Не обсуждаем. Нет, нет. Ребят, давайте не будем на этом. Это не красивая модель. По-моему, она переедет. Я думаю, да, красивая модель не соответствует ничему. Давайте послушаем, что говорит там Митраша. Потому что Ханука почти никогда не приходится на равном стоянии. Я проверил за 15 лет. Ну, мне тоже кажется. Эта точка мне тоже кажется странной. Почему именно она равном стояна? Ну, вообще, говорит, даже по этому Митрашу, непонятно именно с какого момента Адам начинает ощущать, что мир катится в бед. Когда он наконец понимает, что дни существенно сокращаются. У него было ощущение, он не занимался астрономическим выкладки. У него было ощущение, что день становится короче. И мир кончается. Важно, что это происходит в Куф-ответ. И мы на самом деле, по-моему, именно сейчас начинаем действительно существенно ощущать, что дни становятся сильнее. А вообще движение Земли вокруг Солнца, оно такое непростое. Наклон оси, градусы, эллипсы и так далее. С какой скоростью уменьшаются дни, это совершенно неопределенная вещь. Иногда они идут почти не уменьшаясь, чуть-чуть-чуть, а потом резко начинают сильно уменьшаться. А потом после самого длинного ночи начинают резко увеличиваться. Это как бы все сложные. Давайте пойдем. Александр, вы правы в том, что это не точно. Но как схема, это красиво. Кроме того, мне кажется, вообще общая идея света и изменения, и елочные гирлянды, все это свет. Это все как-то более-менее ложится в эту схему, правильно? Вы же Новый год помните, наверное. Новый год помните, правильно? Но там тоже как-то со светом все связано. Что такое объяснение? Там идея между нами в скопу сказать, что их спаситель рождается в самое темное время. Это на самом деле параллельно нашей Дейханаке, что обновление тоже… В чем идея Дейханаке? В чем идея этого Медоршла? Что человек, когда он видит, что в мир приходит тьма, что он делает? Он начинает поститься и молиться. А не ждет, пока придет Спаситель, его спасет. Это огромная разница между нами и христианством. Он поститься и молиться, молиться, и в конце концов мир возвращается. Да, и свет стал увеличиваться. Но он понял, что так вообще в мире происходит, что бывают темные дни, бывают светлые. И даже не только в прямом смысле, а вообще так устроено, что бывают темные дни, бывают светлые. И Ханука – это праздник того, что мы сами добавляем этот цвет. Вот эта самая главная идея, она еще исходит от Адама. А идолопоклонники вообще, я не знаю, не помню, говорить об этом Равчерке или нет, но самая страшная идея идолопоклонников в этой ситуации, что свет из мира уходит, и чтобы солнце вернулось, надо приносить жертву. Не просто так должен родиться спаситель. Это как бы еще продвинутые, продвинутые идолопоклонники, они реально приносили жертвы. От этих жертв у нас осталась елка. Мы в жертву приносим только елку, не людей, слава богу. А те, кто ее ставит. Ладно, остановимся на этом. Ну, это какая-то легитимация Нового года, по-моему, тоже. Что тоже само по себе приятно. Ну, хорошо, это была ошибка. Я не думаю, что Равчерке, честно говоря, Полонский действительно легитимизировал Новый год, а Равчерке, как это, резко возражал. Поэтому он, собственно, попросил не упоминать его, так сказать, слове, потому что ему эта идея не понравилась. Окей. Но это из истории написания книги. В Алжире не праздновали Новый год, а в России праздновали. Такое мы объясняем. Ну, хорошо, мы сейчас упираемся в Новый год. А я не знаю. Я спрошу у Рава Шерке, праздновали, была ли Снегурочка во лжи. Боюсь, что нет. Она была вся закутанная. Она была закутанная и не выходила. Там же мусульманские праздники должны были. Кстати, у мусульман, по-моему, нет ничего параллельного. Вообще у них весь календарь постоянно. Полная темнота, никаких Снегурочек абсолютно. Но, кстати говоря, Новый год. Всегда приходится на христианский пост. Вот сейчас. Но я имею в виду по нынешнему календарю в России, когда Новый год раньше Рождества. Ну да, это были их терки, как бы христиан с коммунистами, чтобы отменить христианский праздник. Как то, что здесь прямо написано, да, 8 дней после зимнего солнцестояния. Примерно до 1 января. Да. Окей, ребят, давайте пойдем дальше. Хорошо, жалко, мы... Я понимаю, что тема Нового года, она... Они начали. Они такая тупая. Теплые чувства. У всех теплые чувства к Новому году. Ну хорошо, давайте... Ну и у всех. У меня, например... У тебя холодные, но я не знаю. У меня холодные. Более холодные, кстати. Мы тоже потеряли. Мы потеряли горячность. Окей. Ну хорошо, читаем дальше. Ну давайте уже с этим закончим, потому что это спорная тема. А где это мы остановились? Да, кто-то шалит, Коля? Нет. Коль, Машин, Саф, Аль Маас. Ну, дочитай уже до конца, ладно? Нет, нет, это же мы же ничего не прочитали, да? Умикан, Руимш, Еш, Нохад, Алятун. Ну давай. Так, ну это такая тема у нас, видимо. Умикан Руимш, Еш, Нохад, Аль-Ха, Тавухот, Айон, Итапхут, Айон, Килюмар, Осафат, Оргола. И мы видим так или иначе во всех проявлениях, что есть праздник по поводу добавления света в мире. Как гибы кислева? 25 кислева. Бенш, Мунаэми. О Микуро, Байме, Адаму Рисон. И источник он в первом человеке. И причина восьми дней в том, связана с тем, что это добавление света считается прибавкой к естественному. Шеседро, Микбан, Руимш, Ви. Порядок которого был установлен в седьмой день. То есть в седьмой день был установлен некоторый природный порядок, а мы хотим добавить к этому природе еще свет. Насколько я правильно помню, Андрей? Это мы в самом начале читали на эту тему, что число восемь означает выход за пределы природного цикла. Да. Вольмашин, Усаф, Алмасэ, Йомаши, И, Фаях, Кварлес, Эля, Гайомашмени. Все, что выходит за рамки вот этого семидневого цикла, оно уже относится к восьмому дню. К порядку восьмого дня. Потому что уже выше природы. Да? Окей. Но ведь это только в одном полушарии. Гриш продолжает дальше. Ну, хорошо. В одном полушарии мозга. Только в одном полушарии. Нет, секунду, секунду. Все совершенно правильно. Да, Гриш прав. Но мы сейчас опять зайдем в тупик, я чувствую. То есть в южном полушарии это самые долгие дни, да? Да. Это да, все правильно. Ну, хорошо, но не все всегда складывается сто процентов. Да. Мир гораздо более сложен, чем схемы, которые мы на него накладываем. В этом нет сомнений. Это мидраж, господа, но красивая схема. Нет, на самом деле есть очень много связанных с этим вопросом. Например, просить ли дождь тем, кто сейчас находится в южном полушарии, у них вообще лето и дождям не надо. Должны ли они так же молиться, как мы, просить дождя, потому что они должны ориентироваться на землю Израиля, или они должны на свои нужды ориентироваться и просить дождь? Это огромные разногласия, начиная с Гаонов и кончая сегодняшний день. Так что это непростая тема. Как жить евреям? В южном полушарии, получается, не празднуют Хануку в эти дни? Празднуют, празднуют, конечно. Нет, я говорю, это только касается просьбы о дождей. Конечно, празднуют. Тогда она не имеет никакого смысла у них вообще. Да не перебираем мы. Мы празднуем Хануку вот по этому абзацу в честь того, что решил пока что Адама Решон. Первый человек, который все души. А где эти потом души расселятся? На южном полюсе или на севере? Какая разница? Мы вспоминаем о том, что сделал первый человек и в честь этого все остальное. Сама Ханука – это победа Израиля. Ну, какая разница, где ее отмечать, на южном полушарии или на северном? В этих дни была победа. Что тут можно философствовать больше, чем надо? Это я извиняюсь. Я с уважением к теме отношусь. Мы можем закопаться. Но при этом я с вами совершенно согласна, конечно, Александр. Просто представить себе, как люди в середине лета празднуют Хануку, это не так раз. Они же, между прочим, а христиане, которые живут в южном полушарии, они празднуют Рождество. Евреев очень много на юге Африки. Просто христиане. На юге Африки очень много евреев. И праздновали Хануку тогда, когда надо. Ну, конечно. И пьесах, когда надо, и не заморачивали себе голову. Нет, на самом деле, по поводу Хануки, конечно, нет. А вот по поводу того, когда читать Тенталю Матар, да, Рассу... Конечно. А вот здесь серьезный вопрос аласический. Это аласический вопрос. Здесь были действительно серьезные... Я для себя решил, что это зависит от того, мы хотим помочь людям. Так мы просим, чтобы задержал, или наоборот, чтобы не просим. И так далее. Ну, а на что не даем? Нехама, давай не продвинемся вперед. Мы тика... Давайте, давайте. Я не извиняюсь, просто мы до Хануки хотели успеть... Вы совершенно все правильно говорили. Давайте, давайте. У меня предложение продолжить Хануку. Кому это мешает? Сесть и продолжить наше изучение, чтобы закончить его... Саму Хануку ничего, по-моему, плохого нет. Ну, хорошо, тогда общайтесь. Тогда общайтесь. Не-не-не-не, мы общались. Давайте пойдем дальше. Тогда идем вперед, беседа. Ну, просто я... Закончили, садам решен, с елками закончили. Все, мы на дальше идем. Я надеюсь, что закончили. Не-не, там в следующий раздел опять про елки. Ну, будет, да? Ханукат Берешит. Ну, не знаю, видишь, тут народ уперся. Ну, хорошо, Андрей, давай, читай, плиз. Так, Ханукат Берешит. Обновление творений мира, как-то так, наверное? Да? Ну, да. Ахадайн эйн зэ гамакор гаришуни лехак шель ор бэкав хей бэ кисле. Однако это не первый источник праздника света 25-го кисле. Акадош баруху харэй гу шэсидэр ках эт амалаха кохавим бэбрият аулам. Всевышний – это тот, кто устроил таким образом движение звезд во время сотворения мира. Бэофэн шэгаор олеху митрабэ эхэль бэкав хей бэ кислеф. Устроил тем образом, что свет все больше увеличивается вот в этот период, да? В период 25-го кислефа. И если так, то творец – это тот, кто делает хануку каждый год в космосе, который он сотворил. А, ну то есть поскольку он установил орбиту звезд, да, то он делает хануку в космосе. Да, мы уже как бы последствия здесь видим, вот эти все календарные даты. Так, окей, космос шабара. 25-е слово в первой главе Торы, в третьем пасуке – это слово орб. То есть 25-е слово в Торе от самого начала – это слово орб. Вот сейчас будет главный аргумент, слушайте внимательно. И он соответствует дате 25, да, 25-му числу, который приходится на третий месяц кислеф, да? То есть третий пасук в Торе – это третий месяц. И в нем находится 25-е слово в Торе. Все, отбиты все возражения. Супер. Да, потрясающе. Потрясающе, если вы что тут думаете. И отсюда следует, что суть этого дня – это свет. Да. И это то, что скрыто. Беседра Ваяк, как бы, в порядке бытия, наверное, еще до того, как Адам начал его праздновать. Ага. Вот это потрясно. Да, это потрясно. Да, да. Однако нужно было подождать исторического общенационального события для того, чтобы сделать это праздником. Да. Так, идем дальше. Яду аше ор берешит ганзу, ганзо, гадош барахули цадиким. Известно, что свет творения Всевышний сокрыл для праведников, как сказано в Берешит Раба 3.6. Ну, как бы только не сокрыл, а как бы заготовил. Ганаз, в смысле, скрыл для них гнеза – это место, где спрятаны, ну, типа сокровища. То есть он у них укрыл такие вот… не спрятал, чтобы не было видно, а как бы укрыл сокровища. По времени, чтобы потом… Гурганус. 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 Вээхан ганазо, и где он его спрятал? Бе Тора, в Торе. Да. Все. Укше паска ханэвуа, вэ ахала ле гидгалот торатам шэль ахахамим бе Тора шэбальпэ. И когда прекратилось пророчество, и начала раскрываться тора мудрецов Петура шэбальпэ, как устная тора. Эхэль ор зэ лидгалот адше нишлам гилуяв бе Ханука. Тогда начал этот свет раскрываться, пока не нишлам гилуяв бе Ханука, пока он не пришел к своему полному раскрытию во время Хануки. Как-то так, мне кажется. Да. Умешам ба га коах ле менура лидлок шмуна ямим. И отсюда ба коах ле менура черпает силу менура, чтобы гореть восемь дней. То есть отсюда идет сила менуры гореть восемь дней. Да, да. Кэван шэ уламэйну гу бэнь шив аямим. Пасколько наш мир, его возраст семь дней, возраст нашего мира семь дней. Ах ор гадануз гу ба мадріга шэле мала мя улам газэ. Но этот скрытый свет, его ступень выше этого мира. Число этого света восемь, а возраст нашего мира семь. Значит, это свет, его уровень, откуда он сходит, выше нашего мира. Да. Это я добавил от себя. И поэтому он дает силу, которая называется восьмой день. Восьмой – это название уровня вот этой силы, как я понимаю. Откуда она исходит? Вхина – это свойство, аспект. Да, да, то есть как бы по вот этой системе, поскольку мы живем в седьмом дне Творца, в его Шаббат, то есть наш мир – это седьмой день Творца. А есть в восьмой день, и оттуда исходит вот этот свет. Что значит скрытый? Скрытый как раз, наверное, до восьмого дня, я так понимаю, когда он будет раскрыт. И свет, который горел в храме, был светом скрытым, сокрытым в сотворении мира. Вот. Просто бомба, по-моему. Что, доктор? Бомба, говорю. А, доктор Бомб. Да, я по-бомба. Ну хорошо, да. Отлично. Ну да, мы же говорили, что когда функционирует храм, начинается со слов Йома Шмини. Вторая глава называется Шмини. То есть во многих местах есть намеки о связи будущего мира, того мира, который начинается в восьмой день, с храмом. И вот кроме этого еще и с храмом. Это огни, которые светят из восьмого дня. Да. По-моему, потрясающая идея о том, что то, что казалось бы празднуется как некоторые исторические события, на самом деле имеют корни совершенно феноменальные. Космические. Космические, мироздание, замысл мироздания. Да. Вообще свет, который светит из будущего, само по себе это нечто… …этипическое такое действует на… Ну, наверное, с точки зрения религиозного человека, человека верующего, да, наверное, как бы это вполне приемлемое соображение о том, что все исторические события происходят не просто так, а в соответствии как бы с некоторым задуманным планом. И они выставляются на историческую арену. Тогда, когда как бы Всевышний… Другое дело, что это какая-то некоторая очень сложная, суперсложная программа, которую понять невозможно. То есть нам это представляется, что это результат действия исторических сил, исторические сцены этих-то реалий, героизма кого-то, еще чего-то. Ну, так оно и есть. Да. Так оно и есть, правильно. Но, с другой стороны, не надо забывать, что за всем этим стоит суперплан. Такая, наверное, идея. Такая, да. Ну, то есть, мне кажется, что, особенно с точки зрения Рава Шерки, именно героизм, там, поковеев и еврейских жердей, открывает как бы заложенный потенциал и дает возможность этому свету проявиться. А иначе, может быть, он бы не проявлялся. Да. Сто процентов. Ганус – вот очень хорошее слово. Органус. Ганус – это такое потрясающее слово. Ганус – это спрятано для того, чтобы в какой-то момент появиться на сцене. Вот это вот называется ганус. Да. Ну, хорошо. Мы сможем еще слово. Генеза, например… Генеза, например… Генеза, я тоже подумал, да. Ну, правильно. Генеза – это все-таки техническое. Органус – вот это все-таки вот это вот орган. Да, да, да. Я согласна. Органус – это термин такой, и он в себе, безусловно, содержит то, что ты говоришь, спрятано не просто так, от всех спрятано, чтобы там навечно лежать. Люди его добывают. Люди, как я, как бывший геолог, могу сказать, вот люди как раз, наверное, добывают из недр этих спрятанных генез, добывают своими героическими действиями, наставляют на историческую арену. Вот это мне так кажется. Саваба, давайте пойдем дальше. Хорошо. Я могу чуть-чуть почитать. Я тут смехой разобрался. Ханука – история. Ханука – история на исторической как бы арене. Олемикан. 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 Шемаш маут. Ахак. Иштанта. Абималаха – история. И отсюда следует, что значение либо смысл праздника изменялся в историческом процессе. Ми брият аулам в ад сман хашмунаим. А мотива меркази шляха – кая ор. От сотворения мира до хашмунаим, до хасманеев, до маковеев. Главным мотивом этого праздника был свет. Ахмиямей хашмунаим. Ахмиямей хашмунаим. Но начиная с времен зне хашмунаим. Ад ахурбан. Ад ахурбан. Ад ахурбан. Шена хакмашмаут. До хур... Ну, со времен маковеев до разрушения храма. Праздник изменил или как бы получил другой как бы свой смысл, другое наполнение. А вот, пожалуйста, викибель эрахлю ми. И получил дополнительные как бы ценности. А, значение национальное. Да? Окей. Лахэн. Йосифус. Йосифус Флавиус. Йосиф Флавиус. Йосиф Флавиус. Так по-русски. Ло. Коль кахмы вина. Это машмаут. Ашем хэк ахгури. Поэтому вот этот Йосифус Флавиус. Йосиф... Йосиф Флавиус. Йосиф Флавиус. Йосиф Флавиус. Лиха. Да, да, да. Он не совсем въезжает и не понимает смысл праздника, который заложен в имени праздник светов. Ха каури. Меа хурбан в Илах. Начиная с разрушения и дальше. Хозе Раор льет амутив амиркази. Свет становится центральным мотивом. Кэму вабы талмуд бамасахет шаббат. Как это приводится? Талмуде в трактате шаббат. Амаски рэтнес паха шэмен. Который упоминается в чудесе кувшинчиком, кувшином масла. Он не просто становится, он возвращается к твоему предыдущему. Да, возвращается. Правильно. Веках ад кав хэ бекис лэв гришат кар ах. 1918. Все знают, что в еврейской традиции все цифры можно писать буквами. Правильно по традиции все числа писать буквами. Есть очень знающие люди. Нормальный человек. Я не могу тут что-то рассказать. Правильно писать по-еврейски, а в скобках пишут для дилетантов, типа меня. Что понять какой ты год. Есть потрясающий человек. Журналист. Адвокат. Вот. Совершенно даже без кипы и все прочее. Которые все даты просто шпарят вот этими самыми ТАРАТХЕНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНТАНАТОНТАНТАНТАНТАНТАНТАННТАНТАНТАНТНА. Понять, что не невозможно, но кто-то ему помогает. Но есть такие замечательные. Ну хорошо, идем дальше. Итак. В 1900… что произошло без 19 temas? Сейчас мы решили с 1912 года. Но все, конечно, знают. Правильно? Когда Иерушалим был захвачен, либо в смысле освобожден, кем? Генералом Аленби. Гдейли Мамеш – это царат Бальфор. Для чего это было сделано? Он этого не знал. А мы теперь знаем. Это было сделано для чего? Для того, чтобы осуществить, мотивализовать декларацию Бальфора. Латет байт лиуми, ламиуди для того, чтобы дать еврейскому народу свой национальный дом. И с этого времени, в праздник Хануки, он вернул свое национальное значение. И на это намекает Талмуд в своем вопросе. Спрашивает, а вообще зачем нужно продолжать праздновать этот праздник? Чуток отмотаю. И как он себя спрашивает, он себя отвечает. Одни спрашивают, другие отвечают. И в его, в смысле, в ответе других участников Талмудического спора, ответ основывается на чуде с кувшином масла. И это дает нам намек, намекает нам, что этот праздник, он не закончил свое значение. А надо продолжать и праздновать, читать в нем Алель, Ламрота Галут, несмотря на рассеяние Галут. Киван, несмотря на то, что в будущем он получит новое значение. Это вот генерал Альберт, о котором мы читали. Гам-нам-кутэфа Рав-кук. И, но, несмотря на это, Рав-кук пишет в книжке Муадера и Ая, вот здесь написано страницы и все прочее. А, это очень интересно. В своем ответе, в своем письме. Игрот, вообще, на современном иврите, это открытка. Но это как бы имеется в виду... Нет, Игрот – это не открытки, это письма. В современном иврите Игрот. Ну, хорошо, но Игрот в классическом иврите... Конечно, в классическом иврите... Заметки или письма? Да, письма, конечно. Игрот Рав-кук – это его заметки и письма. Судье Гаду. Гад – это по-русски звучит адвратительно, но это вполне легитимное еврейское имя по одному из именных сыновей Якова. Гад – это вообще... Мы, верите, счастье. Мы ни с какими гадами вообще не связаны. Итак, которого зовут Гад Фрункен. Звали. Что? Если бы не... Вот это вот слово очень интересно. Это даже я знаю. Иль-мал-ле, иль-мал-ле. Это в одно слово переводится так. Если бы не... Если бы не затержка со стороны страданий народа во времена мандата, было бы положено или полагалось бы, да, вот полагалось бы, праздновать освобождение Иерусалима... А, на иврите, слуха... Было бы правильно или полагалось бы праздновать освобождение... Как здесь написано оккупация, имеется в виду освобождение Иерусалима генерала Маленгри. Въехал в город 25-го кислева. Посмотрите, вот здесь известная фотография, как генерала Маленгри въезжает в город. И вот это вот изменение непонятно. О каком шину идет речь? Наверное, от паха шемена до национального смысла, да? С чего этот праздник будет менять свой смысл? Эла, эла – это всегда отбит. А вот как? Шемица даймет эн по шум шину ему шмаут. Что? По-настоящему? Мица даймет – это по-настоящему. Вообще тут никакого изменения в смыслах нету. Ки ван ше адсмаут ше и сагну айта бемилхемет негит малфут яван. Почему? Потому что та свобода, которую мы завоевали или достигли в результате войны против греческого царства. Почему? Потому что это война света с тьмой. И как об этом сказано в Медраше, Медраше Раба. Вот тут написано точно откуда. Цитаты из «Шести дней творения». И тьма над бездной. Выхоших зэ галут яван. А что такое хоших? Это галут яван. Это оккупация греками земли Израиля. Даже написано галут. Ну да, но галут, наверное, имеется в виду, что не увели евреев в Грецию. А в том смысле, что оккупировали и потеряли независимость. Которая привела к помутнению глаз Израиля. Вот такой приблизительный перевод. И из этого следует, что в нашей независимости национальной увеличивается свет в мире. То есть, грубо говоря, когда евреи или еврейские достигают национальной независимости, свет в мире увеличивается. Вот так. Вот дальше, я думаю, может быть, мы успеем, я не знаю, прочитать. Очень-очень интересно. Действительно, захват совершенно. Мы знаем, что есть противопосмотрение Орвы Хошиха. Это стандартное, правильно? Свет отгоняет тьму и так дальше. А вот тут, Рафшерки, очень интересно в следующем параграфе объяснять, что, может быть, на самом деле, когда свет борется со светом. Очень интересно. Один свет – это свет еврейской мудрости, а второй свет – это свет греческой философии. Но у нас еще есть два смеха. То, что просвещением называется, да? Просвещение наука. Ну, по большому смыслу, я понимаю, что это вообще чистая логика. Чистая логика, на которой рацию, на которой основано все существование человеческой цивилизации на разуме. Вот нам же Раф тут тоже излагает, а, б, это истекает, из этого это простекает. Он же с нами не говорит словами пророков, правильно? Мы же его понимаем. Почему? Потому что мы говорим на языке доказательств. Правильно? Этого истекает из этого, потому что это так, 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 так. Окей, но сейчас он будет показывать, что этого недостаточно. А есть свет гораздо больше. Вот это потрясающая вещь, которая меня потрясла в субботни, до сих пор переживаю. Окей? Кто-то хочет читать, чтобы я не был одиналичником? Так, Нехаму я не слышу. Нехама, ты это можешь читать, но правильно включить микрофон. Да, 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 спасибо. Включили. Молодец. Ну, так это мы прочтем, тогда остановимся на этом, да? Да. Я надеюсь, что мы все здесь встретимся в Хановку. Почему нет? Я, ну, это, это мое, как бы, это самое, нас пригласили в путешествие в ту самую Грецию, кстати, в Ханнуку. С 5-го, 9-го декабря. Есть люди, которые на Песахе. Я вас хотел оставить это как промо, но мы с этого, да. Я не знаю, что будет коронавирус. На Песахе или Детфе Египет, а на Ханнуку. Может быть, я оттуда, будет очень хорошо, как раз оттуда провести это заседание по Ханнуке. Будет как раз по месту. Я вам расскажу, какой у них там больших вообще. Ну, хорошо, если вы читаете, это мы ближе к делу, договоримся. Мало ли какие-то. У меня там дочка, я не знаю, не помню, в какой день она делает Ханнука Табайт. Окей, все прекрасные события, дойдем до них. Читаем дальше. Может быть, я не смогу тоже. Лихура Каше. И казалось, что есть трудность. Трудность. Как можно сказать о Греции, что это тьма? Ведь именно Греция привезла в мир много света. Научное мышление, философия, эстетика, сифрук. Философия, эстетика, сифрук это трудно перевести, но я думаю, я пойму. А мечта... Сифрук это литература, да? Да, и ящная словесность, по-моему. Вот так это по-русски говорит. Прокрасивое слово. Демократический государственный строй. Еще много чего. Больше того, представляете, что есть тут два света. Или шикаваната микурот, хамадамим, этьяван, лихушек. Но намерение тех источников, которые приравнивают Грецию к тьме, лебватэ, эдхауфда, шеор, дохэор. Это продемонстрирует нам так факт, что свет может отталкивать свет. Или гасить свет в таком духе. А мифгаш большинный урод Митхарим, встреча между двумя конкурирующими цветами. А с другой стороны, философская логика. Философская логика. Способность к самостоятельному мышлению на основе тайн мира, шеэнна, ну, прокрути. Слиха, 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 слиха. Шеэнна, низкека, лифанэга, эль-бруэула. Что не требует перед ней творца мира. Утэм, это нефиш лякшава анвит. Оно закрывает душу и не дает ей услышать слов пророчества. То есть, как я поняла, если мы исходим из желания полностью автономного мышления, не принимая, как по словам Левниц, по-моему, никаких предварительных гипотез существует, отрицает существование творца в мире, а основа истопа на своем видении мира. В таком ситуации человек не готов услышать слова пророчества. Валкетна, му, хазали, патрус, хазали, нашим убитцы, шебо-йом шеегеал Александр Мукдон, л'ерезь Исраэль, мэтуану беима Ахрониям, гай Захарияума. В тубдин, когда Александр Мукдонский вошел землю Израэля, умер ли последний пророки, хагай Захарияума. И не случайно, начало проявления до Сократской философии во времена Талеса, совпало по времени с разрушением первого храма. Поскольку весь период классической Греции Они совпадали со временем Великого Собрания. И тогда уменьшилось проявление шхены в божественном присутствии. И параллельно с этим пропало у людей стремление к глупоклонству. И в этом положении был унижен совет, заключенный в общении Израиля. И неудивительно, что была подготовлена возможность сравнения духа Израиля с духом Греции. И именно вот это сравнение, несмотря на то, что в нем как бы есть благословение в том, чтобы есть влияние универсальности, Именно она при этом уничтожила статус или позиции пророчества. И она затемила глаза Израиля. Ну что мы хотим здесь остановиться? Наверное, я не знаю. Но хотите, можно еще чуть-чуть просчитать. Тут вообще есть большой кусок. А, может быть, у нас здесь кто-то хочет обсудить, поговорить что-то такое. Не просто читка. Да, потому что, в общем-то, такие интересные мысли. Ну, про восьмой день это замечательно. А вот столкновение, это мне не до конца понятная идея. То есть, как бы, в принципе, есть такая мысль, что рационализация, она убивает непосредственность восприятия и пророчества. Вот мы не дочитали, правильно? Вот это вот дальше. Философия навалки. Это более подробно разбирается, правильно? Да. Мне тоже это, честно говоря, мне это не понятно. Нет, это можно понять. Потому что, казалось бы, это некоторый этап в развитии человечества, я думала. Я не знаю, я не помню дальше, кто там был в статье. Я давно очень читала. Но из общих представлений, казалось бы, это позитивная вещь, но она приводит к некоему падению. Можно это понять. Потому что, когда ты начинаешь анализировать свои непосредственные впечатления, это их может в каком-то смысле убивать их аутентичность. Ну, скажем так, да? Ну, скажем так, да? Ну, смотри, сейчас. Ну, как бы, вообще, вот весь разговор о пророчествах, мне кажется, о пророчествах. Ну, как бы, мы априори принимаем, что это нечто такое, что это супер-дупер-высшее, с чем никто не может сравниться. Ну, реально, никто это все равно, как говорить про Адам Решону. Ведь тот же Раф сейчас, вот Раф все-таки разговаривает с нами. Он разговаривает с нами, обсуждая термины еврейские, но обсуждая в рамках понятийности греческой. Потому что это логика. Если бы сейчас с нами Раф разговаривал как пророк, мы бы его не понимали. В книге пророка вот читаешь, а вторую слушаешь в Беткнесс. Правильно? Читаю. Ну, там понять вообще невозможно ничего. Какие-то общие супер-дупер образы. Все. Нет, ну, это не так. Ну, как не так. Ну, на самом деле, мы пытаемся понять пророков. В этом я с тобой согласна. Пользуюсь тем же самым понятивным аппаратом. Да. Но это не заранее проигранная игра. Например, есть такой интересный юмористический рассказ. Юмористически-фантастический. Четыре-четырки. Там на Марсе уничтожили всех поэтов. Оставили только там логики. Были война между, как это по-русски говорили… Физики и лирики. Точно. Всех лириков они уничтожили, а остались физики. И потом оказалось… Пророки – это лирики? Пророки – это лирики? Ну, допустим. Это я обожаю. Это да. Это я знаю. Это я знаю. Потом в какой-то момент нехватку лириков и начали развивать разные, так сказать, науки приблизающиеся к лирике, пытаясь понять, что это такое. У них развилась наука о подарках, например. И там интересная очень ситуация, когда марсианин, который исключительно во всем, так сказать, физик, и он все это анализирует с точки зрения логики, но при этом этим логическим путем он понимает вообще, что хотел сказать. Это очень смешной рассказ там, да? Да. Вот Александр Львович что-то хочет сказать. Ну да. Александр Львович, мы вас слушаем. Если, конечно, можно. Лично для меня это самая трепещущая часть, которая, в общем-то, меня больше ничего не волнует, честно говоря, из всего, что… И мы вас не волнуем? Ну хорошо. Нет, меня, Натан, ты лично, вы лично очень интересуете. Все хорошо. Ладно, я извиняюсь, да, мы слушаем… Не-не-не, ну не перебивай, даже… Слиха, слиха, слиха. Я просто, насколько я знаком с историей и с выставками, которые в Музее Израиля выставлены, мы никогда не были в эпоху первых ран, мы антеистами. Ну, были некоторые репрессионные времена, когда пытались. А так, если посмотреть статуэтки, которые стояли, посвященные там материнству, посвященные там жизни и так далее… То есть мы всегда были нормальными идолопоклонниками, но в хорошем смысле это слово. Люди, вышедшие из пустыни, они умели чувствовать Бога. Потом они, ну, тяжело всем, самого верхнего. Ну, ведь Бог присутствует всюду. Они чувствовали в дереве, в туче. Вопрос о том, как они решали, к кому обратиться. Ну, это было нормальное человеческое чувство, которое мы потеряли напрочь. Ну, это… Идолопоклонство тоже нормальное человеческое чувство, можно понять. Я знаю, что вы вкладываете… Ну, Новый год. Ну, вот праздник Нового года, например. Нормально? Я праздновал Новый год. Это спорная вещь. Я праздновал Новый год всегда, устраивал концерты в институте, сам писал… Никакого там Бога не было. У меня друг христианин, который тоже сам говорил, в ваш Новый год, который вы празднуете, ничего общего с Богом и ни с кем не имеет. Ну, я же потому говорю, давайте оставим Новый год. Да, это я зря сказал, оставим, оставим. То, что вы говорили, то, что они обращались… И, наконец, перейдем к грекам. И перейдем к грекам. И перейдем к грекам. Это доказанная вещь. И перейдем к грекам. Они чуть иначе воспитывались. Но для меня, как поклонника мистики, так скажем, для меня совершенно очевидно, что Шхина ушла, и она попала на четвертую реку, которая у нас написана, и которую мы не изучаем почти. А Раф Шерке, он молодец. Он все же читал и креды. Это четвертая река. Мы ей не занимаемся, мы боимся. И вот что произошло благодаря… Атварец же нас ведет. Ничего нет помимо него. Ну, ничего. Убийство солдата сегодня – это он сделал. Я извиняюсь. Нету другого… А четвертая река – это что, прошу прощения? Индия, Индия, Индия. Это шесть детей Авраама, отосланных туда и розданные подарки, которые сохранили что-то для нас, не уйдя в цивилизацию. Но это не связано, но как бы… Красивая схема. Появляется Греция, в это же время появляется философия. Убирается все чувства и начинается тупой разум докторов наук, оттуда философов и все прочее. И мы перестали быть людьми. Он нам говорит, я даю вам жизнь и смерть. Выбери жизнь, а мы выбираем смерть. Всегда. Александр Львович, может быть, среди нас есть доктора наук, вообще говоря, вполне человеческий персонаж. Я тоже доктор наук. Ну и что дальше? Не надо их совсем гнобить. Они могут вполне людьми быть. Я знаю и людей религиозных тоже. Вполне доктора наук. Приличные люди. Ну, слава Богу. Это тогда бывает. Редко, но бывает. Я извиняюсь, наверное, грубо сказал. Но мы так… Полонский тоже доктор. Я к нему с большим уважением… Немножко другой доктор, но… Хорошо. Хорошо. Я хочу сказать, что мы перенесли центр тяжести в голову. Наш Талмуд… Да, я согласен. Наш Талмуд… Огромный пласт там лежит не в голове, а мы долбим после рушения второго храма, как в голову. Поэтому Венинский Гаун сказал, если ты их считаешь людьми, то ты козел. А если ты их считаешь, то это человек. Ну, примерно так про тех мудрецов. Это что значит? Что они духовно писали. Они писали духом. А те, которые умствовали, помрут. У меня все, студент покажет. Да. Ну, по-моему, в целом мы как бы все согласны. Ну, я бы помягче сказал. Ну, я человек мягкий, как вы знаете. Ну, в принципе, да. Окей, господа и дамы. Нет, я не согласна. Я… Бабьяка никогда не согласна. Хам, у нас три минуты осталось, да. Мы записали… Ну, я просто короткий пример привожу. Хотели бы мы все остаться в детстве с непосредственным восприятием реальности… Мы возвращаемся туда. Перед тем, что ты сделал, я виноват, не был ли я виноват. Нет, все непосредственно. Человечество то же самое. Оно должно пройти период этот. А потом совместить и то и другое. Ну, мы возвращаемся в детство, так что это нормально. Все отлично. Да, 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 да. Мы вернемся. Миша, я вин, я вин. Кто понимает, кто в теме, тот поймет. Ну, хорошо. Все. Всем спасибо огромное. Мы еще, я надеюсь, с Божьей помощью до Ханахи встретимся. Да. Всем спасибо. Было потрясно, интересно. Ну, думаю, Вася, тем, кто обсуждали сто процентов. Псурот то вот. Чтобы были хорошие, замечательные новости. И чтобы не было таких трагических сообщений, с которых мы начали наше занятие. Окей?